друзья всем привет ну что прошло примерно месяц полтора и как видим мыло в нашем диспенсере закончилась про эту штуку я рассказывал в одном из своих обзоров вот здесь вот будет ссылочка а сегодня я как и обещал покажу как это дело потом заправляется поехали итак для начала отсоединяем головной блок он нам пока не понадобится как видим xiaomi все продумано баночка имеет специальную крышку которая просто так не снимается не откручивается все это сделано для того чтобы можно было зарабатывать на расходниках чтобы люди каждый раз покупали это мыло стоит она в белорусском интернет-магазине порядка 16 рублей ну дальше переведите по актуальному курсу вам станет понятно что это не дешево потому что сам диспенсер стоил 40 рублей 3 цены ну а для того чтобы снять саму эту крышечку нам понадобится какая-нибудь пластиковая карта и для удобства отверточка карточка нам нужно чтобы не помять сам диспенсер и вот так вот подставляем а здесь вот есть 4 защелочки которые держат эту крышку мы для этого подставляем карточку и просто аккуратненько поддеваем эти защелочки по одной не торопясь как видим 10-15 секунд мучений и вуаля крышечка с носиком у нас в руках и при этом мы ничего не поломали не помяли не порвали а держится она здесь видите как как в одну сторону защелка идет такая защелкнул раз и навсегда и за этот ободок эта крышечка четырьмя усиками и держится когда мы заправим просто вставим обратно вот этим вот отверстием чтобы оно совпало вот с этим вот тут торчащий носик есть такой видите поэтому вариант один не ошибемся просто вставим и защелкнем обратно так избавимся от старого мыла которого здесь осталось три капли и мы можем прочитать что внутри объем 300 миллилитров кстати смотрел до этого тоже несколько обзоров и все говорили почему-то 320 ну да ладно на банке написано 300 жидкое мыло рекомендуют добавлять в пропорциях один к трем соответственно мы добавляем сюда 200 грамм простой воды и и весь оставшийся объем мы заполняем жидким мылом все после этого нам останется только обратно вернуть трубы с пробкой на место защелкнуть до щелчка чтобы все четыре защелки защелкнулись и взболтать до однородной массы ну вот мы все взболтали ставим обратно наш диспенсер на место включаем сначала проходит воздух а дальше все пошла пенка можно пользоваться дальше в некоторых видео на ютубе я еще видел люди рекомендуют сначала греть баночку горячей водой или феном но мне кажется это зря она и так открывается без лишних усилий потому что при помощи большой температуры вы можете деформировать эту банку она не такая уж и толстая с тонкого пластика а еще видел один интересный совет в котором говорилось о том что не нужно не использовать ни отвертки ни горячую воду никаких физических усилий ничего а просто каким-то образом надо крутануть сам диспенсер и он будто бы должен снять этот крышку эту но честно как я не крутил у меня не получилось ничего она не снимает так и резьбу может можно сорвать на самом диспенсере не знаю если вы знаете как это делается то обязательно поделитесь в комментариях у меня не получилось а отверточки как видите тоже все легко и просто ну что на этом все кому было полезно ставим лайки подписываемся на канал заглядываем в описание а мы продолжаем всем пока 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 пока